Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Летопись веков». Сегодня 10 декабря, в этот день во всемирной истории. В 1510 году португальские войска захватили крепость Гоа в Индии. В 1799 во Франции в качестве официальной меры длины был принят метр. В 1830 родилась американская поэтесса Эмили Диккенсел. В 1917 впервые вышла газета «Гудок» – орган профсоюза железнодорожных, мастеровых и рабочих Петроградского и Московского узла. В 1948 Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию прав человека. 10 декабря 1510 года португальские войска захватили крепость Гоа в Индии. На протяжении почти всего 15 столетия португальские мореплаватели искали путь в Индию, вокруг южной оконечности Африки. И вот в мае 1598 года экспедиция под командованием Васка Дагамы достигла заветной цели. Его корабли бросили якорь в порту Каликут на Малабарском берегу, юго-западном побережье полуострова Индостан. Преодолев огромные трудности на обратном пути и потеряв один корабль, летом следующего года Васка Дагама вернулся домой. Морской путь в Индию в обход Африки открывал большие перспективы для развития торговли. К тому времени уже несколько веков арабские купцы владели монополией на торговлю пряностями в северной части Индийского океана. Через два десятилетия, с момента первого появления в Индии, португальцы смогли изменить ситуацию в свою пользу. Несколько лет спустя португальские власти приняли решение организовать военную экспедицию и основать факторию, которая могла бы стать форпостом для дальнейшего проникновения на восток. В ноябре 1509 года Афонсо де Альбукерке был назначен первым генерал-губернатором восточных владений Португалии. Заручившись поддержкой некоторых индийских правителей, Альбукерке начал войну против арабов. В феврале 1510 года он захватил важный порт Гоа на западном побережье Индии. Правда, уже в мае правитель мусульманского султаната Биджапур отвоевал город. Альбукерке вернулся в Гоа в конце ноября с подкреплениями. На этот раз он заручился поддержкой местных союзников. Стена была хорошо укреплена. У осажденных было не менее 55 пушек, но это не помешало португальцам штурмом овладеть крепостью. После короткого, но кровопролитного сражения город сдался на милость победителя. Вскоре Гоа стал главным центром португальских владений на востоке. В период расцвета они простирались от африканской Мамбасы до китайского Макао. Процветание Гоа закончилось в конце XVII века, когда португальская торговая монополия в Индийском океане была подорвана голландцами и англичанами. Со временем их владения со всех сторон окружили Гоа, значение которого продолжало падать. Город несколько раз захватывали голландцы и англичане, но он продолжал оставаться португальским владением вплоть до второй половины XX века. Даже после провозглашения в 1947 году независимой Индийской республики Гоа вместе с двумя другими районами, Даманом и Диу, остался колонией. Лишь в декабре 1961 года в результате военной операции все три анклава были включены в состав Индии. 10 декабря 1830 года на свет появилась американская поэтесса Эмили Диккинсон. Жизнь поэтессы, которую иногда называют американской Цветаевой, была небогата событиями. Она родилась в городке Амхюрст в штате Массачусетс на северо-востоке США. Эмили была второй из трех детей в семье. Отец Эдвард Диккинсон служил казначеем в местном колледже. Юрист, позднее несколько лет служивший депутатом Конгресса, он был строгим и скупым на ласку, хотя и не злым отцом. Мать Эмили не была близка с детьми. Диккинсон училась в средней школе Амхюрста, затем в женской семинарии Маунт-Холлиок. Под сильным впечатлением от творчества американского поэта Ральфа Эмерсона и англичанки Эмили Бронте, Диккинсон примерно в 20 лет сама начала писать стихи. Ее литературным наставником был Бенджамин Ньютон, молодой человек, изучавший юриспруденцию в конторе ее отца. К концу 1850-х годов, в период возросшей творческой активности, она полюбила человека, которого в черновиках трех писем назвала мастером. Его невозможно точно отождествить ни с одним из немногочисленных друзей поэтессы. Эта любовь просвечивает в строках ее стихов. «На меня права потеряли, и какой восторг, какой восторг!» Другие стихи раскрывают крушение этой любви, ее постепенное очищение и перерастание в любовь к Христу и духовное единение с Ним. Ранние стихи Диккенсен сравнительно традиционны по чувству и форме, но примерно с 1860-го года они становятся экспериментальными, новаторскими для поэзии того времени. В апреле 1862-го года Диккенсен отправила письмо и четыре стихотворения известному литератору Томасу Хиггинсону, спрашивая его, есть ли в ее поэзии жизнь. Хиггинсон посоветовал ей не печататься, но признал оригинальность стихов и оставался наставником поэтессы до конца ее жизни. После этого Диккенсен отклоняла все попытки друзей вынести ее поэзию на суд публики. В результате при жизни поэтессы были напечатаны лишь семь ее стихотворений. Пик творческой активности Диккенсен, около 800 стихотворений, пришелся на годы Гражданской войны в США. Хотя темы своей поэзии она искала в себе самой, а не во внешних обстоятельствах, тревожная обстановка военных лет, вероятно, передалась ее творчеству, усилив его внутреннюю напряженность. С конца 1860-х годов она жила настоящей затворницей, никогда не выходила за пределы дома и прилегающего к нему участка. Это уединение позволило Диккенсен полностью сосредоточиться на поэтическом творчестве. Свои стихи, а всего их насчитывается почти две тысячи, она собственноручно записывала вшитые вручную тетрадки. Первый сборник произведений Диккенсен благодаря усилиям ее сестры увидел свет в 1890 году и сразу снискал определенный успех, хотя многие стихи в нем были существенно отредактированы. Однако в полной мере масштаб поэтического дарования Диккенсен читатели и критики оценили лишь в середине XX века, когда ее произведения наконец напечатали полностью и в авторском варианте. 10 декабря 1917 года впервые вышла газета «Гудок» орган профсоюза железнодорожных мастеровых и рабочих Петроградского и Московского узла. В мае 1917 года на волне революционного подъема в Петрограде был организован Союз мастеровых и рабочих. Уже с самого начала возникновения Союза возникла мысль об издании своего печатного органа. Изначально решили, что будет издаваться журнал. Из-за нехватки средств и кадров лишь в декабре вышел первый номер «Гудка», приуроченный к открытию Всероссийского съезда Союза мастеровых и рабочих. Новую газету распространяли представители профессионального Союза мастеровых и рабочих железных дорог по цене 20 копеек за экземпляр. Содержание журнала открывалось двумя стихами и материалом Николая Бухарина о третьем съезде Советов. В течение двух лет вышло девять номеров, шесть из которых были объединенными за два или три месяца. Два из них были праздничными и приурочены к годовщине Октябрьской революции и первому мая 1919 года. Они были выпущены тогда впервые в цветном исполнении. Но вот майский номер «Гудка», как журнала, оказался последним. Но уже весной следующего года «Гудок» начинает выходить теперь в Москве в формате ежедневной газеты. Издавали газету «Главное политическое управление путей сообщения» и ЦК Всероссийского профессионального союза железнодорожников. Именно в начале 20-х «Гудок» становится площадкой, где могут быть реализованы творческие амбиции любого человека, владеющего грамотой. Условно, содержание газеты в тот период можно разделить на три части. Общественно-политическую, профессиональную и литературно-художественную. На первой полосе публиковались различные декреты правительства, отчеты со съездов, речи и доклады политических деятелей. На второй и третьей полосах печатались материалы, связанные с профессиональной деятельностью железнодорожников, а на четвертой полосе письма читателей, стихи, фельдетоны, карикатуры и сатирические заметки. Наибольшей популярностью среди читателей гудка 20-х годов пользовались поэтические фельдетоны Юрия Олеши, который публиковался под псевдонимом Зубила. Популярность псевдонима Зубила была огромной на транспорте. Во время Великой Отечественной войны газета «Гудок» не прекращала свою работу. Задачи журналистов с началом войны коренным образом изменились. В основу деятельности коллектива лег лозунг «Все для фронта, все для победы». Редакция направляла на фронт своих корреспондентов. В 1958 году в связи с выходом десятитысячного номера газета «Гудок» была награждена орденом Трудового Красного Знамени. 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию прав человека. Идея законодательного закрепления базовых прав и свобод, присущих каждому человеку, возникла в XVIII веке в эпоху Просвещения. Она нашла выражение в таких документах, как американский биль о правах, а также принятая в революционной Франции Декларация прав человека и гражданина. Вторая мировая война, сопровождавшаяся невиданной прежде жестокостью, в том числе по отношению к мирному населению, а также геноцидом целых народов, явно продемонстрировала необходимость всеобщего договора о правах человека. Деятельность по созданию подобного документа началась в структурах Организации Объединенных Наций, образованной осенью 1945 года. Мировые лидеры решили дополнить Устав ООН документом, гарантирующим права каждого человека везде и всегда. Представленный ими документ, который позднее стал Всеобщей Декларацией прав человека, рассматривался на первой сессии Генеральной Ассамблеи в 1946 году. Затем Ассамблея припроводила этот проект Декларации об основных правах человека и свободах Экономическому и Социальному Совету для передачи на рассмотрение Комиссии по правам человека. Первое ее заседание проходило с 27 января по 10 февраля 1947 года. Ее председателем была избрана Элеонора Рузвельт, вдова президента США Франклина Делано Рузвельта. В комиссии участвовали представители 18 стран членов ООН. Они должны были подготовить документ, который сначала предполагалось назвать международным билем о правах. В работе комиссии участвовал также представитель отдела по правам человека секретариата ООН канадец Джон Хамфри, видный специалист в области международного права. Первый проект декларации был предложен в сентябре 1948 года, причем в подготовке окончательного проекта участвовало свыше 50 государств-членов. В своей резолюции от 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея, заседавшая в Париже, приняла всеобщую декларацию прав человека. Восемь стран, включая и СССР, воздержались при голосовании, но не было ни одного голоса против. В преамбуле и первой статье декларации недвусмысленно провозглашается неотъемлемость прав человека для всех людей Земли. Пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Летопись веков это история России и зарубежных стран. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok